МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 30 июня. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей в студии Александр Алексин. Коротко о главном. Святые просияли в разное время и различными подвигами, но именно благодаря благодати Святого Духа, излившегося на церковь в день Пятидесятницы. Тысячи православных украинцев вместе со своим предстоятелем молитвенно отметили День Ангела, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины. Близится к завершению первый месяц лета. Это благословенное время православная молодежь проводит с пользой для себя и на благо людям. Теперь более подробно об этих и других событиях. Приход Храма Святых Мучеников Адриана и Натальи в селе Старопаново Ленинградской области хранит память о погибших и пропавших без вести на Ленинградском фронте. Ежегодно в день начала Великой Отечественной войны у его стен проходит масштабная акция памяти под названием «В ночь на 22 июня». Подробности в сюжете нашего корреспондента Анны Шишминцевой. 22 июня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на Советский Союз. Этот дом Божий построен неподалеку от места, где был расположен храм Святых Мучеников Адриана и Натальи, который был разрушен во время Великой Отечественной войны. Вблизи деревни Старопаново шли кровопролитные бои. Более десяти лет накануне дня начала войны у стен храма собираются сотни людей, чтобы почтить память защитников. Это день, когда мы не просто вспоминаем о событиях начала великих страданий. Это день, когда мы вспоминаем начало великого обновления нашего народа. День, который посетил нас Господь с великим испытанием. Это не праздник, а памятный вечер с традиционными военными песнями и стихами. Особенность акции – реконструкция событий первой военной ночи. Мероприятия, которые должны проводиться, я считаю, чуть ли не в каждом районе, для поднятия патриотического духа, как участников, так и зрителей. Память о солдатах, отдавших свою жизнь при обороне Ленинграда, благочинный Красносельского округа протеерей Михаил Подолей возглавил заупокойную литию у памятного мемориала. К нему все участники акции проложили дорогу жизни. За общей молитвой плакало небо. Ливень прекратился сразу после провозглашения «Вечная память». Война была настолько страшная, что никто не мог спрятаться от нее. Поэтому все практически люди, действительно, они поднялись как один. Несмотря на тяжелое военное время, наши герои не теряли силы духа, а защищали родную землю и продолжали жить. Тогда и воевали, и дружили, и любили, и ревновали. И было все, потому что были молодые наши деды, наши бабушки. Поэтому они были молодые, они же не все время грустили. В завершении памятного вечера выступил заслуженный артист России и прихожанин храма святых мучеников Адриана и Натальи Юрий Гальцев. Это 78-я годовщина начала Великой войны. С каждым годом остается все меньше тех, кто прошел долгий путь до победы. Но есть мы те, кто должны сохранить и передать эту память. В южной столице Казахстана прошли мероприятия, посвященные выпуску семинаристов Алматинской православной духовной семинарии и Благословско-миссионерского факультета. Наши коллеги из митрополитчьего округа в Казахстане побывали на торжестве. По традиции торжества начались с божественной литургии в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря. Возглавил богослужение митрополит Астанайский и казахстанский Александр. Сегодняшний праздник усугублен тем, что мы совершаем выпуск нашей духовной школы тех людей, которые заменят нас, которые станут пастырями в ограде церковной, станут священнослужителями, станут легендарными девчонками и будут являться в себя надеяться на это славу и украшение святого православия. Да хранить всех нас Господь! Именно не в суде его божественная милость над каждым, кто призывает его сладчайшее имя. По окончании литургии в тронном зале Духовно-культурного центра Казахстанского митрополитчьего округа имени митрополита Иосифа Чернова состоялась церемония вручения дипломов выпускникам. Стремительно летит время, и через год мы будем отмечать уже десятилетие создания Алмагинской духовной семинарии. Приимите в свое сердце обязанность охранять славу и честь Церкви, особенно в дни ее тяжелых испытаний. Так обращался к выпускникам священномученик Пимен, епископ Бельминский, в бытность свою вектором Пименской духовной семинарии. Слова первомученика Семеречи актуальны и сегодня. В настоящее время перед нами стоит задача сохранить чистоту православия и традиции церковного благочестия в новых, стремительно меняющихся условиях. Милость Божия, заступление Царицы Небесной, ее небесный покров, всегда пребывают со всеми вами. С праздником, мои друзья! Дипломы получили семь студентов пастырского отделения и пять студенток регенского отделения. Ректор духовной школы епископ Каскеленский Геннадий поблагодарил главу митрополитчьего округа за постоянное попечение о духовной школе, отметив, что именно трудами владыки митрополита Алматинская семинария получила государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности. По завершении официальной части церемонии состоялся концерт, подготовленный силами выпускников. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В минувшие выходные дни в духовной столице Сибири, в городе Тобольске, собралось множество священнослужителей, прихожан, паломников из соседних регионов. Торжества по случаю празднования памяти святителя Иоанна Тобольского возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий. Подробнее о событии в следующем материале. Сердце города Тобольска, жемчужина Сибири, уникальный образец сибирского зодчества. Все это Тобольский Кремль с его белоснежными стенами, башнями и великолепными церквями. Главный и самый древнейший в Сибири храм Софийско-Успенский кафедральный собор в дни празднования памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири чудотворца, не смог вместить всех желающих помолиться перед его святыми мощами. По приглашению митрополита Тобольского и Тюменского Дмитрия в праздновании Дня памяти святителя Иоанна Тобольского и всех святых в земле Сибирской просеявших, в торжествах принял участие митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. В канун Дня памяти святителя Иоанна Тобольского сон архиереев совершил всеношное бдение с акафистом святителю Иоанну перед ракой с его святыми мощами. На следующий день божественную литургию возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий. Ему сослужили митрополит Курганский и Белозерский Иосиф и архиереи, принимавшие участие в святительских торжествах. Особый молитвенный настрой богослужению придавало великолепное исполнение песнопений хором Тобольской духовной семинарии. Также во время службы пели хоры Регинской школы и Тобольской православной гимназии. За божественной литургией молились воспитанники Тобольской духовной семинарии, Регинской иконописной школ, учащиеся Тобольской, Тюменской православной гимназии, участники славянского хода 2019, монашествующей митрополией, многочисленные паломники. Отрадно, что в этот день мы собираемся в Граде Тобольске и совершаем совместную молитву под сводами древнейшего на сибирской земле Софийско-Успенского собора Тоборского Кремля. Этот храм Божий освящен молитвой святителя Иоанна Тобольского, святителя Иоанна Тобольского и многих сибирских святых. Этот храм освящен подвигом первопроходцев, которые жили и осваивали сибирскую землю, осваивали ее с молитвой, с Божьим благословением. Святитель Иоанн при жизни был митрополитом Тобольским всего четыре года, однако он оставил после себя великое наследие. Литературно-богословские труды, он активно вел каменное строительство, занимался делами славяно-русской школы, заботился о духовном просвещении народа в Сибири, организовывал миссионерские поездки. Вот уже несколько столетий святитель Иоанн своими мощами прибывает в городе Тобольске, подавая его жителям помощь и укрепление в вере. Он сибирский у нас чудотворец, и мы с детьми стараемся каждый день приходить на кафесты. Когда у нас не получается, мы читаем дома, потому что это такой помощник, заступник, скажем так. А так как у нас очень много приемных детей, он заступник и сирот. Это главная святыня этого города. Прославляя память святителя Иоанна Тобольского, архиереи духовенства миряне совершили крестное шествие с его святыми мощами вокруг Софийско-Успенского собора Тобольского Кремля. В этом году Тобольская митрополия отмечает 30-летие восстановления Тобольской духовной семинарии. Это старейшее в Сибири учебное заведение насчитывает более чем 300-летнюю историю. До революции это была крупнейшая семинария за Уралом. В 1919 году заведение было закрыто на долгих 70 лет. С 1989 года буквально с нуля началось восстановление семинарии. За 30 лет семинария подготовила такой уровень образования, что 12 человек впоследствии в Москве и Петербурге защитили диссертации и стали кандидатами богословия. Ученые степени получили, стали наукой заниматься. 11 человек защитили свои диссертации в государственных университетах по истории, по философии, по богословию. Из стен семинария вышло 10 архиереев и более 650 священнослужителей, которые служат в Сибирском регионе, в Приморском крае, в ближнем зарубежье, в Казахстане, на Украине. И служат даже в дальнем зарубежье, на Святой Земле, в Иерусалиме наши выпускники служат. Это тоже, так сказать, радует. Это наши молитвенники, наши представители. В дни празднования памяти святителя Иоанна Тобольского в Софийско-Успенском соборе состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Тобольской духовной семинарии и Тобольской православной гимназии, которой в этом году исполнилось 25 лет. Наталья Шуприцова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии, для телеканала «Союз». Московский храм всех святых на Соколе отметил престольный праздник. Литургию возглавил епископ Сергий Вапасадский Парамон, управляющий северным викариатством столицы. После богослужения для прихожан подготовили праздничные выступления и ярмарку. Подробности у Екатерины Ходосевич. В церковном календаре у каждого святого есть свой день памяти. Но раз в году, в следующее воскресенье после Троицы, мы чтим сразу всех святых. Пророков, апостолов, мучеников, исповедников, праведных, патриархов. И в этот же день каждый человек празднует именины. Великий сегодня день, потому что сегодня день всех ангелов, сегодня все святые. А святые еще были у нас не только те, которые прославлены, но которые среди нас жили. Мы их знали многие. Большая радость на сердце. И вот чувствуется, что они нас чувствуют, видят и любят. На литургию во всех святских храм собрались несколько сотен прихожан. По окончании службы все они прошли торжественным крестным ходом. Владыка Парамон, обращаясь к собравшимся, отметил, что святые для нас как старшие братья. Для каждого из нас крайне важно, чтобы мы с братьями, как говорят, были в мире. А этот мир только когда может существовать. Когда мы живем по одним и тем же самым законам. Они старались жить заповедями Божьими и делать то, что угодно Богу, а не им самим. И это их всех объединяло одинаково, как те, кто повязался в пустыне, так и те, кто жили в городах. По мнению владыки, именно закон Божий, которым с древних времен жили все святые, может объединить людей и сделать их мирными. Я желаю каждому из вас, чтобы, глядя на тех святых, которых мы сегодня прославляем, в каждой мировой силе стараться подражать им, чтобы быть не просто гражданами этой земли, а быть настоящими гражданами неба, какими являются и все святые. После богослужения прихожане не спешили расходиться. Задержались, чтобы посмотреть театральную постановку профессиональных артистов. О святой Ефросинье Московской. А также узнать о социальной деятельности всех святского прихода. Например, уже несколько лет там действует Центр по противодействию алкоголизму и наркомании. Частью деятельности Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Северного Викаряста является деятельность школы. Школа регулярно выпускает ведущих семейных клубов трезвости. Они могут быть уже руководителями семейных клубов на приходах и не только. Помимо трезвых клубов на приходе есть воскресная школа, организованы занятия для местного хора и активно развивается молодежное служение. И внимательно руководит всем этим настоятель храма протерей Василий Бабурин. Межпарламентская ассамблея православия выразила свое решительное осуждение неправомерных действий некоторых депутатов парламента Грузии, направленных на срыв заседания ассамблеи в грузинском парламенте, а также угроз физической расправы в отношении членов ассамблеи. Напомним, 26-я международная встреча Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси завершила свою работу по вынужденным причинам. Подробности из грузинской столицы. Ежегодно Межпарламентская ассамблея православия, сокращенно МАП, проводит международные встречи в столицах стран-участниц организации. В этот раз православные депутаты из 23 европейских, азиатских и африканских стран встретились на традиционно гостеприимной грузинской земле в Тбилиси по приглашению парламента Грузии. Но все традиции были в одночасье нарушены. Я убивал ваших! Убиваю Богу! Убиваю! Сцены беспорядков, как в самом здании парламента, а затем и митингов вокруг него, преследования российской делегации облетели весь мир. Но все начиналось, казалось бы, вполне благочестиво. Во дворце церемонии, вечер накануне скандально известных событий, спикер парламента Грузии Раклий Кабахидзе, от которого и было получено официальное приглашение, совместно с президентом Генассамблеи МАП Саргеем Гавриловым, депутатом Госдумы России и генеральным секретарем организации Андреасом Михайлидисом из Греции, торжественно открыли 26-ю Генеральную Ассамблею. Но уже тогда в Грузии оппозиционными масс-медиа распространялась информация о том, что президент Генеральной Ассамблеи МАП, председатель Комитета Госдумы Сергей Гаврилов, в 90-е якобы участвовал в военном конфликте в Абхазии. А это очень чувствительное для грузинского общества обвинение. Я никогда не участвовал в боевых действиях ни в одной стране мира и никогда не палал в руки оружия. Все мои поиски по горячим точкам носили гуманитарный характер, помощь жертвам конфликтов, помощь нашим православным собратьям, будь это в Косово, в других регионах, в Сирии. Опровержения Сергея Гаврилова не прозвучали ни на одном грузинском телеканале. Тем не менее, сессия МАП была открыта в грузинском парламенте и сначала проходила в спокойном режиме. Но уже во время кофе-паузы радикально настроенные депутаты оппозиционных фракций с криками заняли трибуну парламента. Машброски радикалов по коридорам власти в поисках врагов представителей российской делегации вызвали возмущение всех участников международной встречи. Не обошлось без курьезов. Обещание оппозиционного депутата Акакия Бабахидзе убивать было по иронии судьбы адресовано гостю МАП многолетнему парламентарию из Эстонии. То, что сегодня происходит в столице Грузии, Тбилиси, в парламенте, это неприятная неожиданность. Мы все сюда приехали с посылом мира, единства, сотрудничества, чтобы найти пути решения конфликтов в православном мире. Я лично приехал сюда не утверждать государственность России, Грузии. Говорить мы хотели о том, сколько христиан находится в гонении. Вот такой провокации или вот этой акции, которая сейчас, я просто делаю вывод. Кому вы помогли? Вы, наверное, помогли тем, которые сегодня, завтра и послезавтра будут просто притеснять христиан и убивать. Мы хотели говорить об этих вопросах и ни в коем случае не унижать, не занижать интересы никакого государства. Грузинские радикалы почувствовали себя униженными и оскорбленными тем фактом, что кресло спикера парламента Грузии во время открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял президент Генассамблеи. Российский депутат Сергей Гаврилов был избран на этот пост еще год назад. И кто на каком кресле сидит, лишь вопрос внутреннего протокола МАП. Ни Тбилиси, ни Москва не решают эти вопросы. Это решает Афина, где находится секретарь Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. С помощью масс-медиа, которые вели прямые трансляции из здания парламента, а затем и вокруг осажденной гостиницы, оппозиции удалось собрать массы митингующих на проспект Руставели. Для большинства собравшихся это было просто яркое шумное зрелище. Но разогрев толпу радикалы начали штурм парламента. В итоге более 200 раненых, треть из них – полиция. Кровавая жертва принесена, и Грузия менее чем за сутки вошла в полосу политического кризиса. Громкие отставки, громкие требования накалили градус противостояния в обществе и между странами. Я напомню, что мы собрались в столице Грузии для того, чтобы укрепить наши православные связи, укрепить культурные, образовательные отношения. И я считаю, что именно вот этот подход, миролюбивый гуманитарный подход международной организации вызвал такую непризнь у радикалов, которые хотят обострить ситуацию и спровоцировать ухудшение отношений между нашими народами. Пока радикальной оппозиции удалось сорвать все наметившиеся позитивные процессы. Остается лишь оповать, что грузинский народ сам разберется, в чем интерес Грузии. Или в поиске врагов, или в поиске внутреннего согласия и мира с теми, кого много веков считали не просто единоверцами, но друзьями. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Тбилиси. Грузия. День Тезамеництва блаженнейшего митрополита Ануфрия отмечали накануне в Киеве. За божественной литургией молились представители поместных церквей и иерархи православной Украины со всех уголков страны. В день памяти своего небесного покровителя, преподобного Ануфрия Великого, блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Участие в торжествах по случаю Дня Тезамеництва, а также пятилетие предстоятельского служения и 75-летнего юбилея блаженнейшего митрополита Ануфрия приняли представители почти всех поместных православных церквей. После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка рассказал о житии своего небесного покровителя, преподобного Ануфрия Великого, а также пояснил духовное значение подвига таких святых пустоножителей для мира. По завершении богослужения приветственное слово Блаженнейшему Владыке «С Днем Его Тезамеництва» от святейшего патриарха Московского Исия Руси Кирилла зачитал митрополит Сингапурский и юго-восточно-азиатский Сергий. От всей полноты Украинской Православной Церкви поздравление произнес старейший по хиротунии ее архиерей, митрополит Одесский и измаильский Агафангел. Его блаженство Священным Синодом Украинской Православной Церкви был награжден орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Представители поместных православных церквей также поздравили предстоятеля Православной Украины с Днем Ангела и вручили юбиляру-имениннику высокие церковные награды и памятные подарки. Блаженнейший Владыка поблагодарил всех архипастерей, пастерей поместных церквей и священнослужителей Украины, а также мирян за поздравления и совместные молитвы. Я хочу поблагодарить предстоятелей поместных церков, которые сегодня представили своих представителей сюда, в древние городки, для того, чтобы мы вместе и служили божественной литургии. Мы в литургии показали свое единство. Но наше единство сильное тогда, когда мы едины во кресте, когда мы не объединяемся вокруг истины. Вот это единство никто не может без ушей. Оно и полезное, и устойчивое, и спасительное. И то единство, которое здесь, и святительство, оно именно единство во кресте. Так что я прошу представителей поместных православных церквей передать своим предстоятелям благодарность за то, что вы сегодня с нами, что мы все. Мы не демонстрируем, мы сами себе показываем, что мы едины во кресте. И это наша сила, это наша честь, это наше благородство, это наше спасение. Вас, дорогие братья и сестры, благодарю за вашу молитву, за то, что вы сегодня пришли разделить этот праздник, это благослужение и объединится общей молитвы. Пусть молитвами преподобного Мануфрия Господь пронит всех нас. Праздник! В день прославления преподобного Василия Кишкина состоялись торжества в Богородицкой Площанской мужской пустыне. В 2017 году иеросхимонах Василий был причислен к лику общецерковных святых. В 2018-м включен в собор брянских святых. Митрополит Брянский Иссевский Александр прибыл в святую обитель, чтобы совершить божественную литургию в храме сошествия Святого Духа на апостолов. Ко дню всех святых было приурочено празднование в честь прославления преподобного Василия Старца Площанского. Не остави, отче, избранное пристанище Твое до скончания века сего, дни силы память Твою влажаем. Молитвенно почтить память старца Василия собрались постоянные прихожане и паломники. Древняя обитель, изобилующая летними цветами и плодовыми деревьями, любима многими. Можно сказать, что мы вымолили ребеночка. У нас первому сыну 17 лет, вчера исполнилось, и не получалось. Деток стали в храм ходить, и Бог подарил. Тут просто душой отдыхаешь как-то. Легко становится, когда выходишь с храма. Отпускают все эти вот суета жизненная, которая тревожит. Красиво здесь? Очень, очень красиво. Здесь находятся известные святыни. Чудотворный список казанской иконы Божией Матери. И своими цельбоносными мощами пребывают преподобный Василий. В день, когда церковь молитвенно вспоминала всех святых, владыка Александр напомнил, что при земной жизни угодники Божии не стремились быть причислены к сону святых. Они просто любили Бога и старались жить по его заповедям. И старались служить жертвенно, усердно церкви Христовой, как это делал ныне прославляемый преподобный Василий Клощанский. Он был не только духоносным старцем, которым истекались тысячи со всей России за его молитвенной поддержкой, за его духовным окормлением, за его мудрыми советами, но он был и великим строителем. Он любил святые обители и прилагал много усилий для своих дарований, чтобы они были благолепными. Иеромонах Василий родился в 1745 году и был благородного происхождения. В свое время он был не только строителем многих монастырей на Брянщине, но и совершил миссионерское путешествие по Дону. В Площанскую пустынь святой пришел в 1827 году. Здесь он ушел в затвор и стяжал дар непрестанной молитвы. У вас все только начинается, и каждый день для вас будет экзаменом. Вы должны пребывать в Боге и искать Царствие Небесного. Все остальное приложится. Такими словами митрополит Воронежский Ильискинский Сергий напутствовал вчерашних учащихся духовной школы. О том, как прошли выпускные торжества в Воронежской духовной семинарии, наш следующий сюжет. Под сводами Благовещенского кафедрального собора звучит соборная молитва. Правящему архиерею служит епархиальное духовенство. Отцы благочинные, преподаватели и выпускники духовной школы в священном сане духовенства собора. Среди молящихся выпускники Воронежской семинарии. Те, кто в будущем сам будет предстоять Богу в алтаре, руководить пением церковных хоров, украшать храмы Божии своим искусством. Богослужебное песнопение исполняли мужской хор пастырского отделения семинария и женский хор регенского отделения. По окончании богослужения в зале собраний Благовещенского кафедрального собора состоялся выпускной акт Воронежской духовной семинарии. Церемонию вручения дипломов возглавил митрополит Воронежский Ирискинский Сергий. Слово на праздничном мероприятии сказал исполняющий обязанности ректора Иерей Роман Ткачев, поблагодаривший правящего архиерея за внимание к студентам семинарий и духовной школе в целом. Апостол Павел говорит, что мы соработники у Бога, поэтому по сути мы готовим тех, кто будет соработником, тех, кто будет руками, глазами, ушами Божиими здесь на земле и будет выполнять Его волю вести свое послушание. Пять лет каждый день были занятия, были практики, было благослужение, было преподавание в школах и разные иные формы, через которые преподавательский состав и воспитатели пытались вложить в ваши души самое лучшее и светлое, то, что бы помогло и вам жить свято, и других людей приводить к святости. Сказали теплые слова сами выпускники и преподнесли архипастырю букет и икону Спаса Нерукотворного. В свою очередь и владыка поздравил всех с этим знаменательным днем, желав выпускникам помощи Божией в трудах, напомнив молодым людям о необходимости постоянной работы над собой, совершенствоваться внутренне, вести за собой людей, подавая им личный пример. Мы должны быть фундаментом и кирпичиком для того, чтобы созидать нарастную обстановку в этом обществе, в этой деревне, в этом городе, где мы будем жить, в этой пополненной школе, где мы будем работать. «Везде должны мы сеять добро». Если будем это делать, будет у нас все хорошо. Не будет этого, мы и сами погибнем, и других введем в искушение. Я хотел бы, чтобы вы были дерзновенными. Не дерзкими, а дерзновенными. Чтобы горели за правду Божию. Чтобы вы умеете пользоваться тем оружием, которое дает нам Христос. А это оружие, это исполнение заповедей. Другого у нас нет. И самое главное оружие – это молитва. Документы об окончании Воронежской духовной семинарии получили 27 выпускников пастырского факультета, 7 – регенского и 6 – иконописного. Продолжилось мероприятие концертом духовных песнопений в исполнении воспитанниц регенского отделения. А в Екатеринбурге 133 года назад появился храм всех святых. В 20 веке эту церковь несколько раз закрывали, оскверняли алтарь и разграбили. Но скорбное время прошло, и вот Дом Божий снова сияет белокаменными стенами и крестами над ними. Наша съемочная группа побывала на престольном празднике в церкви именинницы. Надежда Калинина продолжит тему. Этот храм был построен на деньги екатеринбургских купцов в 1886 году. Первый вклад – 500 рублей – сделал Федор Александрович Михайлов. В честь него кладбище, у которого стоит церковь, назвали Михайловским. Мы являемся прихожанами храма всех святых. Мы очень любим этот храм. Храм наш замечательный, теплый, большой, дружный. Начав с богослужений под открытым небом в момент возвращения храма верующим в марте 1990 года, духовенство и прихожане под руководством бессменного настоятеля отца Владимира Помера сегодня являют собой церковную общину в подлинном смысле этого слова. Чем прославились святые? Они прославились тем, что главным своим, своей целью в жизни поставили искание Бога, искание Духа Святаго. И те, кто принял этот Дух Святой в себя, что ты прославил имя Божие своей жизнью и своими делами. При храме активно действует воскресная школа, но вырастая, дети не покидают церковных стен. Сейчас я алтарничаю, закончил церковную школу и получаю уйму удовольствия, разговариваю с умными людьми, знакомлюсь, общаюсь. А после богослужения у храма по традиции началась праздничная программа угощения, концерт и игры на свежем воздухе для детей и взрослых. Литургия после литургии – именно так можно сказать о празднике у стен храма. Ведь с греческого литургия переводится как «общее дело», которых у прихожан церкви немало. Это всё сделано женщинами из нашего храма, своими руками, продаём. Всё, вот это принесли кто-то, кто-то руками сделано. Пожалуйста, вот, 150 рублей. То есть цены не загоняем, но всё идёт в фонд нашего храма. А в храме много забот. Мы помогаем. Кто много имеет детей, помогаем. Мы ходим, помогаем женщинам, у нас много женщин, которые не могут выходить, и мужчины тоже, мы за ними ухаживаем. На подобное торжество сюда приходят целыми семьями. Каждому здесь найдётся дело по душе. Замечательно всё, всё отлично, всё нравится. Только зашли мы. Зашли недавно. Не успели смотреться. У вас, наверное, и часто такие праздники проводятся? Ну да, да, бывают периодически. Бывает, что и мы ходим на эти праздники так же. Важно отметить, что при храме есть богатая изданиями библиотека. Также приход духовно окормляют многие городские учреждения. Торжества в честь Урюпинской иконы Пресвятой Богородицы прошли накануне Волгоградской митрополии. Сотни людей собрались вместе, чтобы почтить любимую народом святыню, которая была явлена в 1827 году. Несколько лет она хранилась в келье одной христианской подвижницы, а потом была перенесена в станицу Урюпинскую. И с 1854 года и до настоящего времени чудотворная икона пребывает в храме Покрова Богородицы и единственной городской церкви, которая не пострадала в советское время. Вечерню с чтением Акафиста урюпинской иконе Божией Матери и праздничное всеночное бдение возглавляет бископ Елисей. После богослужения люди отправились крестным ходом ко святому источнику, месту обретения иконы. В шестикилометровом пути к горожанам, духовенству, казакам и активистам православных молодежных клубов епархии присоединились многочисленные паломники из разных районов Волгоградской и соседних областей. Ночью в часовне у святого источника была совершена литургия, а утром в Покровском соборе богослужение возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Владыка впервые после назначения на Волгоградскую кафедру посетилась архипастерским визитом столицу русской глубинки. Затем архипастер вместе с епископом урюпинским и новоанинским Елисеем и епископом халачевским и паласовским Иоанном возглавил крестный ход к центральному скверу. Когда-то здесь находился Вознесенский собор, а сейчас на этом месте арка в честь явления урюпинской иконы Божией Матери. Отрадно, что в празднике сегодняшнего дня участвует вся полнота церкви и все гражданское общество, и посетители государственной власти, и, конечно, казачество, для которых урюпинская икона Божией Матери имеет особое, многоценное значение. Этот образ явился некой рабе Божией в эту частивой крестьянке в метрях деревьев. Тем самым призывая нас к молитвенному восхождению от земли на небо, чтобы больше свой духовный взор обращали не к делам мирского зотейского повречения, а к небесному обители нашего Отца. Образ был найден в ветвях деревьев у источников в 1827 году. Ежегодно из Покровской церкви урюпинска совершался многотысячный крестный ход к месту обретения иконы. Последний перед долгим перерывом крестный ход сюда был совершен в 1927 году, когда праздновался 100-летний юбилей иконы. Традиция совершать молитвенное шествие с чудотворным урюпинским образом Божией Матери возродилась в 1991 году. А с 2017 года с образом на вертолете облетают вокруг города, молясь о его жителях и восстановлении и благоустройстве храмов урюпинска. А добровольцы молодежного отдела Екатеринбургской епархии привели в порядок захоронение воинов Великой Отечественной войны. Проект носит название «Отчий край» и начался с уборки заброшенных храмов. Сейчас же юноши и девушки стали приводить в порядок забытые захоронения. О том, что лучшая память – это добрые дела, наш следующий сюжет. Никольский храм появился в Екатеринбурге в 2003 году. Он кладбищенский. Сам же некрополь возник в середине 19-го столетия. Здесь хоронили рабочих местных заводов, а также свой последний приют здесь нашли воины, погибшие в госпиталях Свердловска в годы Великой Отечественной войны. Тела тех, кто погибал от ран, не всегда можно было доставить в родные города и села. И они упокоились на уральской земле. Из-за этого за многими могилами на Никольском кладбище нет достойного ухода. Мы узнали про это кладбище, которое заброшенное, более заброшенное всех, и опять же, оно одно из самых старинных тоже. Мы увидели, как все здесь закидано мусором, пластиком. Пластик не растворяется, так и будет лежать и отравлять. Но вот решили с молодежью, с прихожанами начать здесь убирать. Отношение к кладбищу, к памяти об усопших, оно размывается в сознании. Как Пушкин говорил, любовь к отеческим гробам, вот его нужно это чувство развивать у молодежи, и не только у молодежи, у всех нас. Мусор на некрополе оказался и по причине того, что рядом свой дом обустроили люди без определенного места жительства. Но православная молодежь уверит, что если навести здесь порядок, кто мусорит, никому не захочется. А почему ты приходишь? Чтобы запомнить людей, дать им память, чтобы помочь людям. Мы знаем, что занимаемся нужным делом. На этом кладбище юноши и девушки собираются уже в третий раз. До этого приводили в порядок другие заброшенные захоронения города. И многие приходят на субботник не только потрудиться, но и пообщаться друг с другом. Здесь легко находят общий язык, ведь изначально ребят роднит одна система ценностей. Да мне просто нравится атмосфера с ребятами. Да вот покосили травы, тут ее очень много. И в принципе все, я только косой сегодня работал. Вот тут прям вообще с каждого метра можно скашивать и скашивать. Работа и правда непочатый край, поэтому православная молодежь Екатеринбургской епархии призывает всех неравнодушных присоединиться к доброму делу, чтобы почтить память предков не только словами, но и делами. Вокруг города с молитвой в подмосковной Дубне состоялся велокрестный ход. В нем приняли участие прихожане местных храмов, а также гости из Талдома. Именно они и привезли эту традицию в Наукоград. Подробности далее. От храма Рождества Предтечи до храма Великомученика Пантелеймона. Именно такой маршрут предстоит преодолеть велосипедистам. Но это не спортивный заезд, а самый настоящий крестный ход. Цель – помолиться о городе, а здесь просить благословения Божие на город Дубно. А также, поскольку в этом крестном ходе участвуют представители трезвенного движения, то мы православные люди, конечно же, за такой образ жизни, как трезвый, целомудренный, за семейные ценности. В мероприятии принимают участие целыми семьями. Дубнинский велокрестный ход прошел в рамках проекта «Молитвенный щит вокруг города с молитвой». Это такая проповедь личным примером. Участники молитвенного шествия хотят рассказать о ценности здорового образа жизни. Но 9 километров – это лишь начало на пути к большому делу. Планируется, что такие ходы станут традиционными для Наукограда. Организаторы также рассчитывают провести еще один велокрестный ход в Дубне этим летом. Он будет проходить через весь город, и его протяженность составит 24 километра. Такой запомнилась нам уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидает на предстоящей. 1 июля – день мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. 2 июля – апостола Иуды и Аковлева, брата Господня. 3 июля – благоверного князя Глеба Владимирского. 4 – обретение мощей преподобного Максима Грека. 5 – мученика Албана Британского. 6 – Владимирской иконы Божьей Матери. 7 – Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. В эфире телеканала «Союз» была программа «События недели». Всего вам доброго. До свидания.